Как я построил 10 вилл на Бали? Многие говорили про то, что строить на Бали сложно, что рабочие ничего не понимают и делают неправильно. Говорили, что крыши соломенные протекут или их унесет ветром. Да и вообще, виллы мои похожи на шалаши. А я просто строил, делал это качественно, не жалея времени и денег на контроль и выбирал наилучшие решения. В итоге и рабочие хорошие, и виллы надежные. А теперь по порядку. На нашем участке был перепад высот 3 метра, а наш плановый перепад между виллами 1 метр 20 сантиметров. Поэтому начали мы земляные работы с устройства подпорных стен, с выборкой и досыпкой грунта. Порода, которая находится под плодородным слоем известняк. Здесь его называют лаймстоум. Вообще, с такими грунтами можно было бы сделать самый простой ленточный фундамент или плиту. Но с учетом сейсмических условий мы приняли решение не отходить от плана и сделать ростверк. После расчистки участка мы вызвали геодезистов и сделали разметку участка. Далее начали с установки фундаментных пяток. Во всех конструкциях ниже уровня земли мы делаем несъемную опалубку из батакона. Местный шлаковлок. Это позволяет нам исключить лишнее действие по демонтажу опалубки из процесса и ускоряет строительство. Арматура по расчету использована номер 13. Вот такие каркасы мы устанавливаем и заливаем их. Для заливки несущих конструктивных элементов используем только фабричный бетон. Это позволяет нам быть на 100% уверенными в качестве каждого замеса. Кстати, мы также проверили бетон через 14 дней после заливки. И результат нас порадовал. Фактическая прочность выше заявленной. После фундаментных пят мы залили сваи. Далее обратная засыпка. После готовили плиту основания. Здесь у нас по периметру каркас из 13-мм арматуры плюс два слоя армирования с 10-мм сеткой. Обязательная гидроизоляция геомембраной. Толщина 400 микрон. Толщина плиты по проекту 20 сантиметров, но в некоторых местах она больше 30 сантиметров. Да, тут мы получили перерасход материала, но зато сэкономили время на идеальном выравнивании подушки под фундамент. Фундамент готов. Возводим колонны и балки. В принципе тут все просто. Сечение колонны 20 на 20 сантиметров. Балки такие же. Шаг колонн 2 метра. В общем, абсолютно на каждом шагу запас прочности как в замках. При заливке балок мы предусмотрительно установили закладные детали для установки металлического мезонина и пят для крыши. Для мезонина подрядчик нам предложил три варианта толщины стали. 1, 2 и 3 миллиметра. Мы как всегда выбираем золотую середину прочности и качества, не обращая внимания на цену. Берем 3 миллиметра. Как результат, даже если на этом мезонине устроить вечеринку, прыгать он не будет. Помимо того, что конструкция получилась очень жесткой и дает комфорт в эксплуатации, так она еще и усиливает конструкцию в целом. Параллельно заполняем пространство между галлонами. Делаем стены из газобетона. Толщина 10 сантиметров. Используем именно газобетон, так как он защитит наши виллы от плесени в будущем. Батако, который мы использовали для основания, так и остается под землей. Делаем внутренние перегородки, также из газобетона. Далее делаем лестницы. Можно из дерева, можно из стали, но под наш стиль подходит только железобетон. Так что он снова тут. Получается не просто смело, а... Ну вы поняли. Короче, мы опять забыли сэкономить, но сделали круто. Кстати, между всеми виллами у нас есть пространство 50 сантиметров. Так что это настоящие виллы, а не таунхаусы. Это отдельные здания, которые в случае землетрясения будут двигаться отдельно друг от друга. И мы не получим никаких трещин или иных проблем. Также расстояние обеспечивает звукоизоляцию и комфорт для наших гостей. Итак, мы уже прошли больше половины пути по закрытому контуру. Скажите, то, что вы видите, это временная постройка или все-таки капитальное строительство? Я уверен, то, что мы сделали, легко переживет стандартный срок эксплуатации жилых домов. Переходим к крыше. Ее мы делаем из кокосового дерева. Сечение стропил 6х12 см, поперечины 5х5 см. Все конструктивные элементы трижды обрабатываем. В общем, конструкция, которую мы делаем, получается сильно прочнее и долговечнее, чем популярные алюминиевые профили. И теперь самое красивое, но не такое долговечное. Крыша из материала Алан-Алан. Это специальная трава, которую навязывают на бамбуковые ламели. С учетом длины каждой травинки получается, что толщина крыши в каждом из мест 15 слоев Алан-Алана. Наши крыши уже пережили свой первый сезон дождей. Проверено, не текут. Да, их предстоит заменить через 5-7 лет, и это обойдется нам в 3000 долларов. Но разве тот внешний вид, который мы получили, не стоит того? Или, может быть, вас убедит повышенный интерес туристов и стоимость на 30% выше, чем в других объектах размещения? Что я вам хочу сказать? Мы занимаемся капитальным строительством. То, во что вы будете инвестировать с нами, это именно капитальные строения с элементами, которые позволяют вам зарабатывать больше. Сейчас мы уже устанавливаем стекла и завозим мебель. Цена юнитов растет на глазах, но, что важнее, их ценность растет еще быстрее. С вами был Данила Грицунов, директор строительной и девелоперской компании на Бали. Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok